Когда с противоположной стороны дороги прозвучали выстрелы, все произошло в считанные секунды. Охрана чиновника даже не успела отреагировать. Мэра доставили в больницу, где он скончался от ранения в сердце. На место происшествия сразу же выехала оперативная группа. Территорию оцепили. Следственный комитет при прокуратуре Северной Осетии возбудил уголовное дело по двум статьям. Убийство и незаконное хранение оружия. Рассматриваются несколько версий преступления. По данному факту, следственным отделом по городу Владикавказ, следственного управления, следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по республике Северная Осетия, Алания, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное убийство» и части первой статьи 222 «Незаконное ношение хранения огнестрельного оружия и боеприпасов». В настоящее время проводятся следственные оперативные мероприятия, заканчивается осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства преступления. Напомню, что примерно месяц назад было совершено покушение на заместителя Владикавказского мэра Майорбека Тамаева. Его машину взорвали, но чиновник выжил. На должности мэра Виталий Караев проработал менее года. Раньше он был депутатом парламента Северной Осетии. Виталий Караев.